Как скачать Трелло? Открываем Google, вбиваем Трелло и переходим по первой ссылке. Мы на главной странице. Чтобы войти на сервис, нужно пройти регистрацию. Сделать это можно двумя способами. С помощью формы на сайте или использовать ваш аккаунт Google. Я войду с помощью аккаунта. Теперь мы попали на главную страницу сервиса, где отображаются все наши доски. Мы можем создать новую с помощью кнопки с таким же названием. Или выбрать одну из готовых шаблонов. У шаблонов есть минус. Они все на английском языке. Поэтому я рекомендую просто посмотреть, как у них устроена система планирования и позаимствовать интересные решения. Давайте создадим новую доску. У нас появляется всплывающее окно, где мы даем название нашей доске. Выбираем вариант без команды и настраиваем приватность. Приватная это доступ у вас и у тех, у кого есть ссылка. Публичная ваша доска будет доступна всем. Также вы можете выбрать сразу готовый вариант фона для вашей доски. Ура! Мы создали нашу первую доску. Чтобы создать список, жмем по кнопке с таким названием и вводим заголовок. Например, введем список задач. Можно нажать добавить список или щелкнуть по кнопке Enter. Наш список создан. Мы можем создавать неограниченное количество списков и менять их местами. Для этого нужно зажать кнопку мыши на списке и перетащить его в нужное место. Кликнув по троеточию в углу списка, мы попадаем в его меню. Здесь можно добавить карточку, копировать список, переместить весь список, например, на другую доску. И выбрать его позицию. Можно подписаться на обновление, переместить все карточки списка или архивировать их. Или архивировать весь список. В карточке можно заполнить описание необходимой нам информации. К сожалению, в трейл не стали придерживаться классической системы редактирования текста и придумали свои правила. Посмотреть их можно в разделе «Помощь по форматированию». К примеру, для того, чтобы выделить заголовок первого уровня, нужно под текстом прописать знак «равно» несколько раз. Чтобы сделать подзаголовок, прописываем под текстом дефис. Остальные правила вы можете изучить самостоятельно. В каждой карточке можно присвоить своего участника. Это удобно, когда вы работаете на одной доске с кем-то. Сделать это можно с помощью кнопки «Участники». Теперь на доске мы видим, кто отвечает за эту задачу. Выбирать и назначать исполнительный для задачи можно, не заходя в карточку. Наверху мы видим список всех участников нашей доски. Можно просто перетащить аватарку на нужную карточку, а удалить участника, можно кликнув по его аватарке на задачи и выбрав соответствующее значение. К каждой карточке можно присвоить свой лейбл. Это цветовая плашка, которая помогает выделять задачи. К каждой метке можно присвоить свое название. Например, красное у нас будет называться «Сделать срочно», а желтое может подождать. По умолчанию на доске мы видим только цвета, но если по ним кликнуть, то будет показываться название. Задачи можно присвоить срок исполнения. Для этого заходим в карточку и нажимаем на кнопку «Срок». Открывается карендарь, в который мы можем выбирать время и поставить напоминание. Срок задачи будет виден на доске. В карточке можно делать чек-листы. Для этого нужно нажать кнопку «Чек-лист». Обзываем его «Список задач». Теперь в него можно добавлять нужные разделы. Например, убрать кухню и протереть пыль. Вы можете отмечать выполненные задания и статус чек-листа будет меняться. На доске мы будем видеть, сколько пунктов мы выполнили, а когда мы сделаем все, то появится зеленая плашка, которая показывает, что все готово. В карточке можно добавлять разные вложения. Нажимаем на кнопку «Вложение» и видим список возможных вариантов. Давайте добавим какой-нибудь файл с компьютера. Например, обложку моего ролика про скорочтение. Если мы добавляем фотографию, то она по умолчанию становится обложкой нашей карточки. Чтобы это отменить, жмем на «Убрать обложку». Вы можете вставить любую фотографию с помощью «Копировать вставить». Например, откроем фотографию в Яндекс.Картинках, нажмем «Скопировать», вернемся в нашу карточку и нажмем «Вставить». Вуаля! То же самое работает и с файлами на компьютере. Также можно добавлять вложением другую задачу с нашей доски. Для этого нужно зайти в нее и скопировать ее адрес с помощью кнопки «Поделиться». Копируем ее и вставляем в нашу основную задачу. Вставить ее можно в описание, во вложение, в список задач и в комментарии. Это очень удобно, когда у вас много карточек и все они связаны. В каждой карточке можно писать комментарии. Обычно это используют для того, чтобы ввести дополнение или описывать процесс выполнения задачи. В комментах можно отмечать других участников. Я называю это «Отмечай собак», потому что делается это с помощью соответствующего символа. В комментарии можно вставить стикеры, которые могут показать ваше к нему отношение. Делается это с помощью этой кнопки. Также в комментах описывается история вашей работы с задачей. Ее можно посмотреть или скрыть с помощью кнопки «Показать подробности». Вы можете подписаться на обновление карточки с помощью соответствующей кнопки. В этом случае вы будете получать уведомления о новых изменениях. Карточки можно архивировать. Для этого нужно нажать право кнопкой мыши и выбрать «Архивировать». Удаленные карточки попадают в архив, откуда их при необходимости можно восстановить. Вы можете приглашать новых участников на вашу доску. Для этого нужно нажать на кнопку «Пригласить» и написать почту, на которую придет приглашение. Или сформировать ссылку, по которой нужный человек сможет перейти. Чтобы настроить права для участника, нужно кликнуть по его аватарке. Также можно посмотреть весь список действий конкретного участника. У вас может быть несколько досок. Для того, чтобы посмотреть только свои карточки, нужно зайти в свой профиль и выбрать раздел «Карточки». Там можно настроить показ определенных досок, отсортировать по ним или по сроку. Или выбрать период, за который вы хотите посмотреть задачи. Также в личном кабинете можно изменить настройки. Поменять пароль, частоту оповещения по почте или разрешить всплывающее уведомление на рабочем столе. Здесь же можно посмотреть весь список горящих клавиш, с которыми можно гораздо быстрее работать с доской. Для того, чтобы поменять фон доски, нужно зайти в меню и нажать кнопку «Сменить фон». Можно выбрать цвет или фотографии. Давайте выберем новый фон. Например, след от моей слезы, потому что я уже в третий раз записываю этот мануал. Если у вас много списков, то вы можете уменьшить масштаб доски с помощью сочетания клавиш «Ctrl-». Увеличить можно с помощью «Ctrl-+.» Как только вы понимаете, что доска вам больше не нужна, то ее тоже можно архивировать или окончательно удалить. Делается это в меню с помощью кнопки «Закрыть доску». В Трелла есть возможность установки расширений. Нужно открыть меню и выбрать пункт улучшения. Откроется окно, где можно выбрать нужный вариант. Но это тема для следующего выпуска, в котором я расскажу о самых популярных дополнениях и покажу, как они работают. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. С вами был Кирилл Дутов.